Переходим к тестовым мероприятиям. До проведения теста мною был специально подготовлен архив, который содержит 2724 объекта. В свою очередь объекты отсортированы, несмотря на то, что я получаю образцы уже зараженных программ или потенциально нежелательных. Тем не менее, мной проводится дополнительное исследование этих объектов, а также их группировка. Все объекты, которые здесь представлены в архиве, находятся в единичном состоянии. Двойных одинаковых объектов по угрозам нет. Дополнительно я выполнил распределение потенциально нежелательных объектов, выделил их из общего количества и сгруппировал в отдельной папке от зловредных объектов. Также существует отдельная папка с дополнительными зловредными объектами, которые определяются как зловредные не всеми сканерами. Выполняем распаковку имеющегося архива. Вводим пароль и запускаем таймер. Выполняется распаковка, появляется папка, запущен таймер, появляется предупреждение системы безопасности. Выполняется дезинфекция. Нагрузка на систему процессор 99%, основной работающий файл Vserve.exe 82. Открываем папку, куда распаковываются объекты. В настоящее время в папке содержится 96 объектов. Приблизительное расчетное время распаковки архива 1 час. Распаковано 10% архива, прошло 5 минут 14 секунд. Нагрузка на систему процессора 90%, основной работающий файл 50. Смотрим количество объектов в папке. В настоящее время их содержится 291. Обнаружение и ликвидация угроз продолжается. Распаковано 20% архива, прошло 6 минут 52 секунды. Нагрузка на систему процессор 99%, основной работающий файл 80. Смотрим количество объектов в папке. 553 объекта. Почему-то у нас произошло резкое увеличение объектов в папке. Распаковано 30% архива, прошло 8 минут 35 секунд. Нагрузка на систему процессор 99%, основной работающий файл 81. Количество объектов в распакованных папках 737. Распаковано 40% архива, прошло 14 минут 37 секунд. Нагрузка на систему процессор 87%, основной работающий файл 66. В настоящее время в папке содержится 964 объекта. Распаковка продолжается. Распаковано 50% архива, прошло 17 минут 57 секунд. Нагрузка процессор 100%, основной работающий файл 46. Количество объектов в папке содержится 1206 файлов. Распаковано 60% архива, прошло 20 минут 4 секунды. Нагрузка 99% на процессор, основной работающий файл 67. Количество объектов в папке содержится 1381 файл. Распаковано 70% архива, прошло 21 минут 30 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 99%, основной работающий файл 76. В папке содержится 1623 файла. Распаковано 80% архива, прошло 23 минуты 28 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 99%, основной работающий файл 66. В папке содержится 1820 объектов. Распаковано 90% архива, прошло 25 минут. Нагрузка на систему. Процессор 99%, основной работающий файл 69. Количество объектов в папке 2038. Делаю отсечку по времени, прошло 27 минут 43 секунды. Архив распакован. Нагрузка на систему удерживается. Процессор 99%, основной работающий файл 71. Смотрим количество объектов в папке в настоящее время. 2103. Выдерживаю некоторый период времени для того, чтобы дождаться, когда нагрузка ослабнет, и соответственно зафиксировать количество объектов, что они уже далее не удаляются. Прошло 30 минут с момента начала распаковки архива. В настоящее время удаление объектов и обнаружение зловредств продолжается. Нагрузка на систему. Процессор 100%, основной работающий файл 85. Количество файлов внутри папок составляет 2045. Объекты удаляются, возможно не так быстро, как того хотелось бы, но тем не менее количество сокращается. Ожидаем окончания данного процесса. Внутри папки, демонстрирую, присутствуют 4 основных категории. Первое это BAT-вирусы в количестве 35 объектов. Различные BAT-файлы, некоторые простые вирусы из одной строчки, которые создают некорректные условия для работы пользователя. Возможно они не являются столь зловредными вирусами, как некоторые из подобных представителей, но тем не менее. А также сложные вирусы, которые написаны и представляют из себя целый комплекс различных команд. Вторая категория. Это дополнительные объекты в количестве 1127, которые определяются как зловредные не всеми распространенными сканерами. Основная база зловредных объектов, запускаемых EXE, составляла на момент распаковки 1427 объектов. Потенциально нежелательные объекты, отобранные в отдельную категорию 135. Прошло 40 минут с момента начала распаковки архива. Нагрузка на систему удерживается. В настоящее время процессор задействован на 99%. Нагрузка на основной работающий файл антивируса 85%. Обработка угроз продолжается. Смотрим количество файлов в папке 1782. Количество объектов продолжает уменьшаться. Обнаружено в настоящее время 1779 зловредных объектов. Прошло 50 минут с момента начала распаковки архива. Удаление объектов продолжается. Нагрузка на процессор 99%. Основной работающий файл 66. Количество объектов в папке 1489. Останавливаю таймер. Прошло 59 минут 44 секунды. Количество объектов в папке 1245. Более количество файлов не сокращается. Нагрузка на систему процессор 38. Основной работающий файл менее 5%. Еще рассмотрим папку 1245. Для того, чтобы все компоненты работали корректно, необходимо выполнить перезагрузку компьютера. Так как некоторые объекты будут ликвидированы в процессе перезагрузки. По крайней мере, об этом сообщает программа. Выполняем перезагрузку. В процессе перезагрузки выполнялась дополнительная очистка, которую требовала программа. Тем не менее, сами объекты, оставшиеся здесь, остаются в том же объеме. Выполняем принудительную пользовательскую проверку. И запускаем учет времени. Проверка выполняется. Дополнительные объекты обнаруживаются. Нагрузка на систему процессор 28%. Основной работающий файл 8. Выполнена проверка около половины объектов, которые находятся в папке. Нагрузка на систему процессор 96. Основной работающий файл 61. Останавливаю таймер. Заканчивается обнаружение угроз. Применяем действие. Удаляем. Продолжаю учет времени. Все объекты были обработаны. Останавливаю таймер. Общее время с момента начала распаковки составляет 1 час 2 минуты 20 секунд. Смотрим свойства папки. Остается 981 файл внутри. Батвирус. 21 объект. Дополнительные файлы. 894. Здесь присутствует основная масса объектов, которые Bitdefender не определяет как зловредные. Основная база. Остается 55 файлов. Потенциально нежелательные программы. Остаток 11 объектов. Теперь выполняем сканирование оставшихся файлов из самой программы. Запускаю выборочное сканирование пользовательское с учетом того, что проверяться будет указанной директории на максимально возможных настройках. Продолжаем учет времени. Все файлы перепроверяются. Здесь дана команда перепроверять все объекты, несмотря на то, что раньше они уже сканировались. Выполняется сканирование указанной директории. Обнаружены дополнительно зловредные объекты. Нагрузка на систему. Процессор 71%. Основной работающий файл 47. Сканирование объектов приближается к своему финалу. Тем не менее более трех объектов пока система как зловредные не обнаруживает. Нагрузка на процессор составляет 46%. Основной работающий файл 23. Останавливаю таймер. Объекты были ликвидированы. Проверяем информацию. В папке в настоящее время содержится 981 объект. Бат-вирус 21 файл. Дополнительные угрозы 894. Основная база 55. И потенциально нежелательные 11. Предупреждение Bitdefender. Необходимо перезапустить защитный центр. Ошибка. Баг рапорт создан. Выполняем рестарт. Общее время всех сканирований составляет 1 час 11 минут 49 секунд. Выполняем архивацию оставшихся объектов. Процесс архивирования займет какое-то время, так как файлов, которые содержатся в папке, достаточно большое. Архивирование выполнено, никаких предупреждений, блокировок более не происходит. Все объекты, которые находятся в папке, являются для Bitdefender не зловредными. В архиве содержится 981 объект. Теперь давайте перепроверим файлы, которые остались в папках на предмет их зловредности, прочими сканерами. Потенциально нежелательные приложения. 11 объектов. Проверяем Hitman Pro. Объекты отправляются в облако на дополнительное исследование. 10 объектов из 11. Hitman Pro считает зловредными объектами. Смотрим, что это за зловредные файлы. Двигатель Касперского. TrojanVin32. 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 Агент. Реклама. Объекты одной категории. Считает двигатель Касперского. На самом деле объекты здесь разных категорий, возможно одной группы. Удаляем все обнаруженные объекты. В папке остался один объект. Следующие файлы. Это основная база. Здесь 55 файлов. Проверяем Hitman Pro. Начинается системная проверка. Из оставшихся файлов Hitman Pro считает зловредными. 18. Trojan Generic. TrojanVin32. Anti-FIV. Cupidon. Generic. Anti-FIV. Generic. Модификации. И рекламный компонент. Удаляем. В папке остается 37 объектов. Дополнительные файлы. 894. Проверяем. Начинается процедура определения объектов. 506 объектов считает зловредными Hitman Pro. Категория Riskware. Не вирус, а два. Рекламные приложения. Не вирусы. TrojanVin32. Riskware. Вы видите, что в основном определение здесь двигателем Касперского. И все эти объекты в основной массе принадлежат категории не вирусы. Потенциально нежелательные приложения. Определяемых двигателем Bitdefender здесь нет. И в принципе это логически правильно. Потому что двигатель Bitdefender у нас уже отработал. Применяю ко всем удаление. В папке остается 388 объектов. Выполняем сканирование категории БАТ-вирусы. Здесь Hitman Pro ничего не находит. Среди потенциально нежелательных компонентов был обнаружен MCSoft Emergency Kit. Еще один оставшийся там зловредный объект, который тоже считается нерискованным, потенциально нежелательным. Вин32 инсталла. Удаляем. В папке угроз не остается. Среди компонентов основной базы дополнительно были выявлены двигателем A, это двигатель MCSoft, объекты в количестве пяти. Троян Java, Троян БАТ, Троян Вин32 Фанлоски, Бэкдом Сил, Троян ПСВ Вин32. Удаляем. В папке остается 32 файла. Из категории дополнительных зловредных объектов проверялось 388 оставшихся файлов. Зловредности среди них MCSoft Emergency Kit не находит. Из категории БАТ вирусов 21 объект перепроверялся, зловредности сканер не обнаружил. Молва и байтс антимолва среди зловредных объектов основной базы находит еще два дополнительных зловреда. Это Червь и Троян Фейк. Удаляем. В папке остается 30 файлов. Проверяем дополнительные объекты. Заканчивается сканирование, было обнаружено 242 зловредных объекта из 388. Давайте посмотрим, что это за объекты, насколько они опасны. Их классификация. Здесь присутствуют как потенциально нежелательные объекты, так и зловредные. Троян Кликер, Троян Даунладер, рекламный модуль. Но основная масса это потенциально нежелательные. Выбираем все объекты. Удаляем. В папке остается 146 файлов. И последняя папка это папка содержащей BAT объекты. Все файлы просканированы, зловредных среди них не обнаружено. Если говорить про нагрузку на систему, то основной работающий файл vs.serve.exe Bitdefender виртуальную память расходовал на пике 936.08 МБ, пик рабочей физической 410.10 МБ. Сканер Commodo Cleaning Essentials среди зловредных объектов, оставшихся в папочке подтвержденных, обнаружил еще 2 объекта. Удаляем. В основной базе остается 28 объектов, которые в настоящее время зловредными не считаются. Сканирование дополнительных угроз выявило из 156 объектов 144 опасных. Среди них уровень опасности низкий и средний. Некоторые объекты высокий риск, определяет программа. Удаляем все обнаруженные объекты. В папке остается 2 файла. Среди оставшихся BAT вирусов из 21 файла, Commodo Cleaning Essentials видит зловредными 2 объекта. Объект, который выполняет перезагрузку компьютера принудительную. И объект, который убирает рабочий стол. Удаляем. В папке остается 19 объектов. Оставшиеся объекты были проверены через специальное программное обеспечение на VirusTotal. На предмет их зловредности. Группа объектов оставшихся категории BAT файлов. Здесь мы видим разные отношения к этим объектам. В основном они зловредными не считаются. Их действия считаются нормальными. Некоторые файлы система считает зловредными, но очень небольшим количеством двигателей. Удаляет ядро системы 1, двигатель сработал. Удаление драйверов 4. Убирает панель управления 3. Создает миллион папок 6. Меняет местами значения кнопок мыши 2. Изменяет расширение всех файлов на текст 2. Заражает AutoExit BAT 2. Запрещает комбинацию KTRL-Aldel 1. Добавляет программу в автозагрузку операционной системы 4. И будет открывать бесконечное количество Raspaint 2 двигателя. Файлы, которые остались в папке как дополнительные угрозы, определяются как зловредные большим количеством двигателей. 12 и 13. Это достаточно весомое количество для того, чтобы задуматься о положительности или отрицательности этих объектов. Оставшиеся объекты в папке зловредных, но не определяются сканерами. Здесь количество двигателей по-разному оценивает их зловредность. Один файл подтверждается 15 двигателями с 53, прочее незначительным количеством. Где-то 1, где-то 2, где-то 3 и так далее. В общем-то, говорить о том, что все эти файлы являются на 100% позитивными, не приходится. Потому что категория их нахождения и определенные отношения некоторых антивирусов говорит о сомнительности. Но тем не менее, утверждать, что они на 100% зловредны, мы не можем. Пока еще они либо малоизвестные, и зловредность их действий изучается, либо антивирусы о их существовании ничего не знают. Например, я не думаю, что файловая строчка, которая удаляет все драйвера, установленные на компьютере, является на 100% положительной. И на нее антивирус не должен отреагировать. В любом случае, подобное действие должно вызывать какую-то реакцию у антивируса. Пока этот объект неизвестен. Через некоторое время, я думаю, что подозрительность данный файл будет вызывать в любом случае. Что же касается дополнительной проверки. Для того, чтобы развеять какие-либо сомнения в настройках продукта, я выполнил еще одну проверку, распаковав 981 объект, оставшийся после первого сканирования. С учетом того, что антивирус настраивается более жестко. Антивирусные настройки. Сканируются все объекты, архивы без исключений, все настройки на максимуме. Агрессивный режим поведения. Данная настройка, скорее всего, должна проявить себя непосредственно при запуске объектов и показать свою реакцию на неизвестные, но подозрительные поведения в системе. А вот результат проверки файлов. После распаковки было обнаружено 12 объектов, которые защищены паролем и, соответственно, антивирус вскрыть их не может, проверить их качество. Один объект перепакован таким образом, что его тоже проверить качественно программа не может. Каких-либо дополнительных обнаружений среди оставшихся объектов нет. Для последующего проведения тестирования, запуска объектов и прочих тестов я оставляю максимальную настройку антивирусной защиты. Это связано с тем, что большое количество малоизвестных файлов для Bitdefender остаются в системе и, возможно, по их поведению программа сможет заблокировать зловредные действия. Таким образом, если говорить о оставшихся объектах после всех сканирований, дополнительными сканерами и проверке на VirusTotal как дополнительного средства подтверждения условно зараженности или нет объектов, мы получаем следующую картину. Потенциально нежелательные объекты определились все. Из основной базы, из остатков 28 файлов, условно положительными остаются 8 объектов. Часть объектов, 20 из тех, которые здесь остаются в качестве зараженных по версии VirusTotal, незначительным количеством двигателей считаются зловредными. Где-то один двигатель, где-то два, где-то три. И только один файл подтвержден значительным количеством двигателей. Тем не менее, зловредность этих объектов в той или иной степени определяется. Поэтому говорить о том, что эти объекты на 100% чисты, невозможно. Здесь необходимо смотреть на качество заражения. Вполне возможно, что некоторые из этих объектов могут нанести урон системе. Тем не менее, наш антивирус имеет дополнительные функции, проактивные технологии, которые могут остановить действия, которые способны эти файлы развернуть в системе. На это мы и обратим внимание при заражении. Что касается дополнительной категории, где находились объекты, которые определялись как зловредные незначительным количеством антивирусных сканеров, то здесь ситуация получается такая, что фактически все они были определены как зловредные. И два оставшихся здесь объекта после всех сканирований определяются тоже как зловредные на VirusTotal приемлемым количеством двигателей для того, чтобы принять решение о подозрительности этих объектов. Что касается BAT файлов, то здесь из 19 оставшихся после всех сканирований сканерами, 9 объектов, по мнению VirusTotal, зловредными не считаются. 10 объектов зловредность свою проявляют в той или иной степени. Действия, которые здесь запрограммированы, в любом случае нанесут вред машине. Я пробовал запускать эти объекты и посмотреть в виртуальной среде, к чему приводит запуск этих файлов. В реальной среде долго запускать их не получается, приходится восстанавливать систему, потому что последствия достаточно печальные. Восстановить, казалось бы, элементарное действие, которое программа совершает в реестре, потом весьма тяжело. Приходится искать ключи реестра, которые прописались, удалять их, прописывать, восстанавливать старые. В общем-то, эта процедура не совсем быстрая и не совсем удобная. Проверять работу этих объектов мы будем выборочно. Глобальные зловредные вирусы здесь отсутствуют и были удалены Bitdefender. Переходим к следующей категории тестирования. Запускаем антитест. Запускаем браузер Internet Explorer. Открываем страницу Сбербанк Онлайн. При переходе на данную страницу, Bitdefender предлагает открыть SafePay для безопасных платежей. Тем не менее, изначально мы попробуем ввести данные в поля форм, находясь в обычном стандартном браузере. Запускаем перехватчик клавиатуры. Запускаем клипборд. Вводим данные в поля логин буквами. Информация перехватывается. Вводим данные в поля пароль цифрами. Информация перехватывается. Копируем логин. Смотрим клипборд. Информация перехвачена. Скриншоты. Выполняются. Системная защита. Первый ключ реестра прописывается. Второй ключ реестра прописывается. Выполняем те же самые тесты, но теперь запускаем дополнительный компонент SafePay. В этот момент вы можете не видеть то, что я делаю. Открываю ссылку Сбербанк Онлайн в безопасных платежах. В антитесте, который расположен за территорией SafePay, запущена процедура перехвата клавиатуры и копирование данных. Вводим данные в поле логин буквами. Вводим данные в поле пароль цифрами. Автоматически открывается виртуальная клавиатура. Поэтому данные цифрами я ввожу с виртуальной клавиатуры. Следуя рекомендациям программы. Копирую логин и выхожу из компонента. Смотрим данные. Keylogging. Перехватить клавиатуру ни логин, ни пароль не представилось возможным, так как мы работали в отдельной среде, которая исключает подобные поползновения. Смотрим клипборд. Защита от копирования информации работает. Выполнить копирование не представилось возможным. Ну и соответственно скриншоты они здесь ничего не покажут, потому что система работает вне безопасных платежей. И перехватить то, что находится там внутри, программный комплекс какой бы он ни был не сможет. Следующий тест небольшой мини-секьюрити тест. Запускаем проверку. Ни одна из категорий теста пройдена не была. Необходимые ключи реестра были размещены без каких-либо предупреждений со стороны нашего антивирусного комплекса. И последний тест это коммода лик-тест. Запускаем тестирование. Еще раз напоминаю, что программа установлена и работает в административном режиме. Когда операционная система Microsoft не способна своими дополнительными средствами защиты заблокировать то или иное поведение. Таким образом мы ориентируемся только на работу антивируса. Что он может в данном случае сделать, а что не может. Результат тестирования мы зарабатываем 210 баллов из 340 возможных. То есть 21 тест из 34 мы проходим. Можно посмотреть более детально карту теста. И у нас проблема. Запускается почему-то SavePay. Предлагается выполнить перезагрузку. Критическая ошибка. Теперь уже компонента SavePay. Пытаемся закрыть компонент полностью. Я надеюсь, что это эпизодические моменты, связанные с какими-то особенностями в работе. Что касается самого продукта, то он работает нормально. После того, как система была перезагружена, никаких ошибок больше не возникало. При попытке открыть первую фишинговую ссылку происходит блокировка. Сайт небезопасен. При попытке открыть вторую фишинговую ссылку блокировка. Антифишинговый фильтр. При попытке открыть третью зловредную фишинговую ссылку блокировка. При попытке открыть четвертую фишинговую ссылку блокировка. При попытке открыть пятую фишинговую ссылку блокировка. При попытке открыть шестую фишинговую ссылку – блокировка. При попытке открыть седьмую фишинговую ссылку – блокировка. При попытке открыть восьмую фишинговую ссылку – блокировка. При попытке открыть девятую фишинговую ссылку – блокировка. И последняя фишинговая ссылка тоже заблокирована. Таким образом, все фишинговые сайты, на которые я пытался перейти, самые последние по определению фишинга были заблокированы. Проверка самозащиты программы. Запускается процесс хакер. При загрузке данного приложения никаких запросов, предупреждений, блокировок не последовало. У нас имеется 6 процессов, которые принадлежат Bitdefender. Первый процесс 920 основной процесс антивируса. Security Service. Запускаем терминатор. Выгружаем. TT2. Выгружает компоненты системы. Следующий компонент 2476. Сервис обновления. Выгружаем. CH1. Выгружает компоненты системы. Следующий процесс 3616. Bitdefender Agent. Запускаю терминатор. Мы видим у нас значок продукта серого цвета. Гаджет предупреждает, что сервис отсутствует, но мы продолжаем выгружать другие компоненты. TT2. Выгружает агент. И значок продукта выгружается полностью. Закрывается виджет. Следующий компонент 3624. Bitdefender Wallet Agent. Кошелек. Выгружаем. TT2. Выгружает компоненты системы. Следующий процесс 3844. Приложение кошелька. Выгружаем. TT2. Выгружает компоненты системы. И у нас остается последний процесс 4356. SafePay Agent. Агент безопасных платежей. Выгружаем. TT2. Выгружает компоненты системы. Теперь давайте посмотрим при помощи коммоду Kill Switch, есть ли какие-то процессы Bitdefender, которые присутствовали здесь изначально. Ни одного компонента Bitdefender в настоящее время в системе не наблюдается. Тем не менее, Windows не предупреждает нас о том, что есть какие-то проблемы в безопасности. Сетевой BrandMower включен. Антивирус Bitdefender включен. Защита от программ шпионов включена. Либо пока система не наблюдает отключения компонентов, либо компоненты каким-либо образом присутствуют, но тем не менее среди процессов мы их не видим. Выгружены. Пробуем выполнить сканирование любой папки. Нажимаем правой кнопкой мыши, вызываем Bitdefender сканировать. Значок Bitdefender появляется в системе и начинается процедура сканирования. После процедуры сканирования значок продукта закрывается. Пробуем запустить программу со значка. Появляется в панели задач соответствующий значок Bitdefender. Ожидаем загрузки компонентов. Загружаются сервисы. Необходимо подождать. Ожидание заканчивается тем, что Bitdefender сообщает нам о отсутствии сервисных процессов. Отсутствует основной сервисный работающий компонент vs.serve.exe, без которого работа продукта нормально осуществляться не может. Необходимо выполнить либо перезагрузку, либо связаться с соответствующим сервисом Bitdefender. Значок при этом остается в системе, но не функционирует. Фактически мы ничего сделать не можем. Выполняется проверка при помощи специального сервиса защиты портов от нулевого по 1055. Это основные зарезервированные порты системы, которые чаще всего используются для определенных соединений, распределены между определенным программным обеспечением системы. Мы видим, что фактически большинство портов находятся просто в закрытом состоянии. Четыре порта в настоящее время открыты, и два порта защищены, но защищаются они системой, а не нашим Firewall. Результат. Тест данный мы не проходим. Ping и KMP Echo дает ответ. Здесь мы тоже не защищены. В общем-то, можно констатировать факт того, что BrandMauer не функционирует. Я вынужден выполнять перезагрузку системы, для того, чтобы все компоненты продукта работали корректно. После выполнения перезагрузки компьютера, продукт стартует без каких-либо проблем. Все процессы находятся в памяти, все шесть. В настоящий момент мы приступаем к последней части тестирования, это запуск оставшихся объектов. Для этого я запускаю комоду Kill Switch, которая работает в режиме отображать только неизвестные, анализируемые и зловредные процессы в системе. Все компоненты нового Bitdefender, в настоящий момент комода Kill Switch не может определить ни как положительные, ни как отрицательные. Это связано с тем, что компоненты, видимо, новые, и анализ их пока еще не закончен. Что касается настроек, они остаются прежними. Антивирус при заражении будет работать на максимальном режиме. Активный вирусный контроль агрессивный. Модификация. Сканировать все файлы, все архивы. Самостоятельно принимать решения. Веб-защита. Идс на агрессивном режиме. Выполняем контрольное обновление продукта. Обновления выполнены. Смотрим информацию. Версия вирусных сигнатур 105.366. Версия продукта не изменилась. Приступаем к запуску. Первая упаковка это 55 объектов, которые остались в папке основной базы со зловредными объектами. Первый объект. Не удается найти дополнительный компонент. Следующий объект. Обнаружен вирус Bitdefender. Далее 130 файл. Для его работы необходимо загрузить и установить приложение Java. Дело в том, что выдается ошибка. Java инсталлятор не запускается, потому что у нас имеется проблема с интернет-соединением. Настройки интернет-соединения не позволяют корректно установить продукт. Отключать Firewall защиту я не буду. Отказываемся от установки компонента. Следующий объект. Зашифрованный файл. Для его работы необходимо указать пароль, но мы этот пароль и не знаем. Ошибка контрольной суммы и так далее. Сработка на зловредность Bitdefender показывает. 254-й объект. 263-й. 330-й. Невозможно запустить объект. Предупреждение. Дезинфекция выполняется. Заражение ликвидируется. 341-й. Отсутствует DLL. Невозможно запустить. 378-й. Ошибка. 383-й. Обнаружено зловредное поведение. 419-й. 435-й объект. 444-й. Обнаружено зловредное поведение. 445-й. Потенциально нежелательное приложение. 514-й. Невозможно запустить в данной операционной системе. 518-й. Выполняется дезинфекция. 522-й. Не удается получить доступ. 533-й. Потенциально нежелательное приложение выявлено. 535-й. Тоже потенциально нежелательное приложение. Блокируется. Следующий компонент. 546-й. Выполняется дезинфекция. Помещение в карантин. 549-й. Загрузка. Сетап. И потенциально нежелательное приложение выявлено. Потенциально нежелательное приложение. Попытка все-таки загрузиться сетапа. И здесь у нас ошибка даунладера. Приложение закрывается. Далее. 565-й объект. 576-й. Потенциально нежелательное приложение. 604-й объект. Ошибка. 612-й. Установщик Windows. 660-й. Не удается найти определенный файл. 672-е приложение. Зловредное поведение обнаружено. 679-е приложение. 617-е. Ошибка. 718-е. 737-е. Потенциально нежелательное приложение. 806-й. Файл. 853-й. Статс Рейда. Обнаружение зловредного поведения. 897-е. Точка входа в процедуру не найдена. Отсутствует DLL. 901-й объект. Отсутствует соответствующий файл. 974-й. Отсутствует DLL. 1079-й. Потенциально нежелательный объект. 1083-й. Потенциально нежелательный объект. 1114-й. Обнаружено зловредное поведение. 1148-й. Потенциально нежелательное приложение. Данные приложения выполнить свое действие не способны. Приходится их закрывать, либо пробовать позднее попытки вновь подключиться. 1158-й. Отсутствует файл. Прекращена работа программы. 1169-й. Обнаружено зловредное поведение. 1194-й. Обнаружено зловредное поведение. 1249-й. Потенциально нежелательное приложение. 1256-й. Обнаружено подозрительное поведение. 1277-й. Обнаружено подозрительное поведение. 1283-й. Обнаружено подозрительное поведение. 1290-й. Невозможно найти DLLL. 1305-й. Отсутствует дополнительный файл DLLL. 1352-й. Потенциально нежелательное приложение. 1373-й. Реакции нет никакой на это приложение. И 1416-й. Невозможно запустить в данной операционной системе. Смотрим объекты, которые запустить невозможно. Два объекта находятся в памяти, но не выполняются. Пробуем удалить все то, что мы запускали. Пропускаем только те объекты, которые удалить невозможно. И нельзя удалить три файла. 518-й. 522-й. И 1148-й. Так как они в настоящее время используются. Переходим ко второй части потенциально нежелательных приложений. Пробуем их запускать. Здесь 11 файлов. 16-й объект. Потенциально нежелательное поведение обнаружено. 18-й. Проблема с установлением связи. Желательно попробовать позднее. 46-й. Потенциально нежелательное поведение. 72-й. Аналогично. 81-й. Аналогично. В общем-то все эти приложения состоят из похожих компонентов. Поэтому реакция идет одинаковая. Только частично они попали под раздел потенциально нежелательных. Частично мы наблюдали похожие элементы папки зловредных. Просто там помимо потенциально нежелательных в файлах содержатся еще зловредные объекты. А здесь только потенциально нежелательное содержимое. 135-й файл. Запускается. XZIP-архив. Пытаемся загрузить и установить приложение. Обнаружено потенциально нежелательное приложение. Осуществляется загрузка. В итоге мы получаем предупреждение о том, что потенциально нежелательное приложение обнаружено. И невозможно загрузить объект с указанного веб-адреса. Либо он там в настоящее время отсутствует, либо блокируется нашим защитным комплексом. Невозможно загрузить. Видимо все-таки объект на сайте отсутствует. Пробуем удалить находящиеся здесь объекты. Остаются в работе только два, которые в настоящее время в памяти присутствуют. Следующие компоненты это объекты в количестве 894 файла, которые принадлежат категории. Bitdefender не определяет как зловредные объекты. Различные прочие сканеры определяют здесь разные файлы. Среди них есть некоторые зловредные, но большинство файлов являются потенциально нежелательными. Здесь мы будем выполнять выборочный запуск. Вот некое приложение, которое создает определенного вида файлы. Здесь можно программировать тело вируса, создавать вирус, отключить сообщения, создать кучу учеток и так далее. Вот по сути дела робот для создания вируса предлагается нам. Мы можем выбрать различные действия, которые будет этот вирус осуществлять. Менять мышь, отключать клавиатуру и так далее. Пока реакции никакой не наблюдается. Следующий объект тоже генератор. Аналогичный генератор тоже трояны создает, насколько я понимаю. Можно выключать компьютеры, удалять рабочие столы и так далее. Реакции антивируса нет. Невозможно запустить. 15 файл запускается. Никаких реакций не наблюдаем. 22 объект. Download. Установка и загрузка дополнительного программного обеспечения. Ожидание связи. Здесь у нас частично объект не может запуститься, закрывается. А загрузчик так и ожидает, пока связь установить не может. 27 выполняется дезинфекция. Соглашаемся. Попытка загрузить, установить объект. Выполнено. 37 невозможно запустить. 43. Программа зависает в процессе. Приходится ее закрывать. 45 приложение. 69. Вновь попытка установить соединение. 78 объект. Невозможно запустить. 94. Потенциально нежелательная активность обнаружена. 112. Инсталлятор вновь выдает ошибку. 189 объект. Предупреждений нет. Запускается инсталлятор. Установка соединения. UltraDownloads. Следующий объект. 333. Потенциально нежелательный объект обнаружен. 339. Пытается запуститься. И подвисает. 356. 372. 415. Здесь у нас ошибка загрузчика. Загрузчики ничего не запускают. Приходится закрывать. Здесь приложение не отвечает. Закрываю. Обнаружен вирус. Удаление вируса. 467 объект. Установка зона. 670 объект. Download. Очередной загрузчик. Ну, в основном здесь файлы представлены загрузчиков. 780. Получение информации о загрузке. Star Wars. Выполняется загрузка объекта. Инициализация. Ну, и еще несколько файлов в конце списка. 1125. Тоже инсталлятор загрузчик. Не удалось установить компонент. Невозможно запустить. И 1109. Выполняется дезинфекция. Обнаружен зловред. Здесь установка заканчивается. Выполнено. Здесь невозможно ничего загрузить. Потенциально нежелательный объект обнаружен. Здесь тоже невозможно загрузить. Здесь тоже зависание. Потенциально нежелательный объект. Загрузка зона не осуществляется. И Direct Download ничего не загружает. Закрываю. Остается дождаться, сможет ли установиться зона. Удаляю все объекты из папки дополнительные. Пропускаем только элементы, которые удалить невозможно. Таковых элемента 3. Они присутствуют в настоящий момент в памяти, поэтому удалить их не получается. Здесь установка выполнена. Все, что необходимо, было сделано. И у нас остается последняя категория. Это Bat-вирусы. Попробуем самые безобидные. Меняет название корзины. Программа запускается. Предупреждений никаких я не вижу. Меняет местами значение кнопок мыши. Так и есть. Местами поменялись. Предупреждений тоже никаких нет. Добавляет в автозагрузку какую-то программу. Запрещает заходить в панель управления. Но давайте сначала мышь все-таки исправим. А дальше попробуем выполнить эту команду. Потому что я уже пробовал ее выполнять. Неприятная процедура. Панель не отвечает. Перезапустился Explorer. Ограничение действий. Неопознанная ошибка. Панель управления открыть невозможно. Неприятности можно получить. Несмотря на то, что продукт работает в агрессивном режиме. Фактически я настроил его на максимум. Часть Bat-файлов запускаются. И на их действия никакого внимания антивирус не обращает. Сейчас у нас перезапустился Explorer. Исправленные настройки мыши. Не открывается панель управления. И насколько я понимаю, заблокированы некоторые функции Microsoft, которые для пользователя будет вернуть достаточно сложно. Потому что здесь заблокировано режимом доступа. Это надо знать, где, чего и как прописалось. Для этого как минимум надо сравнивать реестр. Искать, куда прописалось то или иное неприятное поползновение. В системе в настоящее время мы видим красные процессы, которые остаются в памяти. 9 красных процессов мы наблюдаем. И некоторые загружаются, выгружаются. Пробуем запустить Hitman Pro. Потому что я не знаю, сможем ли мы после перезагрузки нормально стартовать. Поэтому выполним проверку на всякий случай до выполнения проверки Bitdefender и перезагрузки системы. Попытка сканирования жесткого диска. Блокировок нет, по крайней мере прокси не создан. Выполняется проверка. Заканчивается сканирование. Выполняется поиск остаточных следов инфекции. Сейчас обнаружено 75 объектов различных. В системе насколько они опасны мы посмотрим. Два объекта работающих на горячую. Это Trojan Win32 Anti-FIV категория B. И работает RiskWary. Оба компонента из папок запуска. Не Virus, а 2 Ansys рекламный объект. Дальше идут папки созданные в программе Date. InstallMate. И дополнительные расширения. Малого они вирус, даунладеры. Это категория даунладер. Один даунладер или несколько. Но здесь они себя распространили. Ген вариант. Еще одна модификация. Win32 AddLad. Но в любом случае вирусами они не считаются. Trojan вариант. Application. Anti-FIV категория A. Download. И все это один и тот же кустом DLL, который находится в различных созданных директориях в программе Date. Далее появляется администратор Update Local Temp. Объект, который мы запускали. 43. RiskVarion. Не Virus, а 2. Рекламный компонент. Update. Local Temp. Своя директория. Малого. Не Virus. Вин32. Салимба. Даунладер. В темпе также присутствует Малва. Салимба. В темпе в своей директории Trojan Generic расположился. Это все неработающие и незагружаемые при старте компоненты. Дальше Local Temp. Своя директория. Малва. Даунладер. Не Virus. В папке запуска основная база компонентов присутствует в N32 Anti-FIV, который мы запускали. И потенциально нежелательных тот же самый объект Anti-FIV. Далее мы опять возвращаемся к множению компонентов в различных директориях. Program Date. Теперь уже этот компонент находится в все пользователи. И то же самое. Множение пошло в различных зловредных объектов. Custom DLLL. Потом начинается категория ключи реестра. Три ключа реестра и еще один объект во всех пользователях. AdLad. Не Virus. Ну в общем-то глобального поражения я не наблюдаю. Мусора очень много. Мусор распространился в системе. Пораженный реестр. Есть два объекта, которые работают на горячую. Один из них Троян и один рекламный объект. Все остальные компоненты распространили себя в различных частях компьютера. Не запускаются на горячую, не работают. Теперь выполняем проверку компьютера нашим защитным модулем. Сканируем полностью всю машину. К сожалению, выполнить полное сканирование компьютера не представилось возможным. В процессе сканирования происходит BSOD. Я попробовал три раза выполнить эту процедуру с разными вариантами, как запрограммированное полное сканирование, так и попробовал пользовательское сканирование диска C с учетом всех возможных нюансов. Во всех случаях в разных частях сканирования происходит BSOD. Мне пришлось выполнить перезагрузку компьютера в специальном режиме, который предусматривает Bitdefender, и выполнить сканирование при помощи специальной утилиты, которая автоматически обновляется. Rescue Mode выполняет полное сканирование диска. Было обнаружено 25 зловредных файлов в различных частях компьютера в четырех категориях. Эти объекты были ликвидированы, после чего компьютер стартует, система работает. Единственное, что остается неприятным, мышь теперь работает правильно, кнопки мыши восстановлены, но доступ к некоторым административным функциям, к панели управления и к некоторым дискам заблокирован. Ничего с этим поделать нельзя. Из автозагрузки я удалил все возможные зловредные моменты, но тем не менее блокировка продолжается. Здесь надо смотреть реестр и смотреть систему автостартинга. Операционной системы где-то внедряется дополнительный момент, который выполняет блокировку. Что касается специальной папки, которая была подготовлена мной на случай запуска шифраторов. Такие объекты среди зловредных присутствовали. Архивные объекты повреждению не подвергались. Видеофайлы повреждению не подвергались. Документы не зашифрованы. Музыка флаг MP3 не зашифрованы. И фотографии различных категорий. Все компоненты на месте шифрованию не подвергались. Таким образом развернуться в системе шифратора мне представилось возможным. Что касается сканирования компьютера, после выполнения перезагрузки, я запускаю Hitman Pro, выполняя полное сканирование, было обнаружено 10 зловредных поползновений в системе. Каких-либо критических видоизменений мы не видим, ни блокировок, ни появления прокси, этого всего нет. Работающих на горячую компонентов нет. Присутствуют в различных частях компьютера некоторые зловредные объекты, часть из которых находится в папках запуска. В темпе присутствует объект, который мы запускали, R-Squary, не вирус А2, рекламный компонент. В темпе в своей директории присутствует Malva, не вирус Даунлада. И еще один вариант, также Даунлада в похожей директории. В папке запуска остался объект, который не работает, Trojan Win32 Anti-FIV. Эти объекты остались, так как при удалении они находились в памяти и удалить их было невозможно. В папке основная база присутствует Trojan Anti-FIV, Trojan Anti-FIV, в дополнительных объектах не вирус А2-NSYS и далее идут изменения в реестре. Три ключа подверглись изменению. Эти компоненты очищены не были. Тем не менее, если убрать отсюда те объекты, которые в любом случае будут удалены из папки запуска, это провокация, это то, что мы оставили ввиду того, что удалить было невозможно, то у нас фактически остаются два файла в темпе, которые навряд ли будут запущены, и изменения в реестре. Неприятностью для нас остается блокировка функций административных, которая была вызвана BAT-файлами. Я запускал не все BAT-файлы. Если бы я запустил все объекты, то здесь картина была бы гораздо хуже. По крайней мере, исходя из наименований этих объектов, вы можете посмотреть, чем все это может закончиться. Бесконечное открывание PintBat, это может завесить систему, создание миллион папок, убирает процесс Explorer, убирает панель управления, убирает рабочий стол, удаление драйверов, удаляет все драйвера, установленные на компьютеры, удаляет все с диска, удаляет все файлы папочки Program Files, удаляет команду Dell, удаляет курсор мыши, удаляет ядро системы. Я думаю, что запуститься мы бы после этого всего не смогли. Что касается дополнительного сканера Malva и Bytes Anti-Malva, 20 объектов обнаружил он после проверки. Можем посмотреть результаты. Среди объектов, которые мы распределим по категориям, файлы, директории, процесс в памяти и регистрационные ключи. Присутствует опасный файл, командный, который скорее всего и запускается у нас при стартинге, выполняет блокировку определенных функций. Дальше идет потенциально нежелательный объект, A2-агент, рекламный компонент в темпе, здесь объекты в темпе, реклама и потенциально нежелательные. Дальше Program Files, GrooveDoc появилась директория, в которой имеется несколько объектов. Систем за Exe, потенциально нежелательный, и объект Uninstall, тоже потенциально нежелательный. Далее в памяти присутствует работающий как раз объект из папки администратора GKIQ.com. Этот процесс стартует при запуске. И дальше идут изменения ключей реестра. Системные папки были сокрыты, пришлось через вид восстанавливать, так как у нас панель управления не работает. Открывать возможность просматривать скрытые папки и директории. Открываем указанный путь. И здесь у нас находится ряд файлов, в том числе командный, который необходимо ликвидировать. Вот папка самостоятельно закрывается. Не нравится, что мы нашли определенный момент в системе. К сожалению, итоговый записанный файл с выводом по продукту Bitdefender, в связи с тем, что система была частично поражена объектами, которые заблокировали нормальную деятельность, был поврежден, в связи с чем мне приходится восстанавливать данную видеозапись. Если говорить в целом о работе продукта, то он оставляет приятные впечатления. Удобный, понятный дизайн, логично и грамотно построены компоненты. С продуктом легко разобраться, даже не зная английского языка. Четкое построение переходов не оставляет никаких двухсмысленностей. Пользователь переходит четко туда, куда ему надо. Многогранный удобный оптимизатор, который позволяет следить и за состоянием реестра, и за лишними объектами, и сравнивать, искать файлы-дубликаты, выполнять дефрагментацию, также является плюсом, как дополнительный комплексный элемент. Ну и главное отличие, это автоматические профили. В режиме автопилота компонент самостоятельно переключает профили, имеется возможность запрограммировать определенное программное обеспечение под каждый из профилей, так что переключение будет выполняться автоматически и максимально оптимизировать работу системы. Я думаю, что это направление останется приоритетным, и Bitdefender продолжит совершенствовать продукт именно в плане оптимизации скорости работы и удобства использования. Что касается детекта, как обычно у продукта на высоте, в основном оставшиеся объекты это потенциально нежелательные приложения, которые в итоге при запуске себя развернуть и проявить в системе не смогли. Те же зловредные файлы, которые остались в папочке действительно зловредных, носят несколько сомнительный характер. Во-первых, есть подозрение о том, что продукт частично мог вылечить оставшиеся файлы от опасных зловредов. То, что в них осталось, потенциально нежелательные и зловреды, которые определяются не всеми двигателями, можно сказать, очень маленьким количеством двигателей. Таким образом, пока утверждать, что это действительно зловредные файлы, на 100% мы не можем. Защита конфиденциальности при проведении банковских операций, если мы будем использовать специально для этого подготовленный инструмент SafePay, то в этом случае результат будет очень хорошим. Перехватить личные данные, похитить информацию фактически невозможно. Если же будем использовать стандартный браузер, то здесь риски увеличиваются. Фишинговые сайты программа заблокировала все, ссылки я использовал самые свежие, тем не менее, все сайты были блокированы. Вопрос вызывает только работа самозащиты продукта. Несмотря на то, что продукт выгружался не сразу, не самые простые алгоритмы воздействовали на компоненты, но тем не менее, при помощи процесса хакера удалось выгрузить все процессы. При этом, во время выгрузки, продукт нас информировал лишь частично, яркого оповещения о проблемах не было, как и не было автоматического включения, например, брендмауэра Windows, после того, как фактически брендмауэр работать у продукта перестал. Сама система Microsoft не определила, что основные компоненты защиты уже не активны и продолжала молчать в то время, когда пользователю необходимо было получить соответствующую информацию. В процессе стартинга продукт попытался восстановиться, загрузиться, но это ему не удалось, потому что основной модуль, работающий, благодаря которому осуществляется защита, должен стартовать в системе изначально. И если он будет выгружен во время работы, то загрузить его в работающую машину уже невозможно. Что касается заражения, то здесь мы наблюдали практически полную блокировку всего того, что запускалось. Лишь некоторые приложения смогли запуститься. После глобальной очистки компьютера, после того, как система была перезагружена и вылечена, при помощи дополнительного инструмента, стартового зашитого диска, зловредных объектов практически не осталось. Тем не менее, в процессе заражения хотелось бы отметить, что выполнить полное сканирование не представилось возможным. Зловреды в той или иной степени смогли подействовать на эту функцию, либо продукт не мог справиться с каким-то файлом, и мы получали бы СОД, либо какие-то процессы наслаивались и вызывали бы СОД-системы. Возможно, это временная реакция, которая впоследствии будет устранена производителем. Допускаю, что здесь имеет место быть какая-то ошибка. Единственным серьезным испытанием для продукта стали БАТ-объекты, которые, выполняя запрограммированные команды, смогли частично блокировать работу компьютера, внести дополнительные изменения в реестр. Данные действия отслежены не были, и фактически пользователь столкнулся с проблемами неудобства в работе, которые в любом случае ему пришлось бы устранять. Разобраться самостоятельно не каждый способен в тонкостях настроек, в итоге пришлось бы переустанавливать операционную систему. Но проблема БАТ-файлов – это не только проблема Bitdefender. Многие производители уделяют мало внимания командам, которые могут быть запрограммированы. Здесь пользователю необходимо быть внимательным самому. В настоящее время мало оснований для того, чтобы использовать БАТ-объекты. Если же такие файлы появляются, то вам надо быть очень осторожными. Изменяйте расширение на текстовое, просматривайте содержимое, через поисковики проверяйте, что означают команды. В итоге, как правило, БАТ-файлы несут в себе зловредность. Целесообразность их использования, за исключением узконаправленных специальных программ на рабочих местах, вызывает сомнения. На этом все. С вами был Настрома771. Спасибо за внимание. До свидания.